Фоточки, фоточки, фоточки. Сегодня будем их разбирать. Всем привет, с вами Эд. Сегодня 30 апреля, это последний день месяца. Соответственно, у нас моя любимая рубрика «Первая в голову». Рубрика, в которой я смотрю, на присланные мне в течение месяца фотографии. И говорю первое, что мне пришло в голову по поводу этих фотографий. Сегодня мы начинаем в алфавитном порядке. Все фотки я назвал для того, чтобы не запутаться. Первый у нас будет Александр Григоров, UFO66.ру. У него тут пока ничего не поменялось, но у него есть очень классные фотки и еды, и предметки. Так что вот, посмотрим. А, соответственно, я вижу, что он мне сегодня прислал. Я уже глянул. Вот. Советую настоятельно Александру, хотя совет свой себе посоветую. Это я про себя давно ничего не постил. Надеюсь, пока это видео выходит, монтируется и выпускается, я уже выложил что-нибудь свеженькое. Проверяйте у меня в инсте. Александру тоже советую что-нибудь новое запостить. Уверен, у него есть чем поделиться. Это очень повлияет. Причем, сториз он снимает. В основном там про какие-то занятия спортом. Что, в принципе, тоже неплохо. Давайте посмотрим, что Александр прислал. В первую очередь... А, ну хотя 1080, 1080, 1080, 1450. Все прекрасно. Короче, очень прикольно снятое яблоко. Чего мне в нем не хватает? Во-первых, скорее всего, яблоко на чем-то стояло. Поэтому у нас так сильно проваливается низ яблока. В такой съемке мне бы хотелось все равно видеть... Хотя в таком кадрировании мне бы хотелось все равно видеть низ яблока. То есть у нас получается черный кадр, вы его видите. Как бы яркость ровно посередине. Но мы знаем, что яблоко идет вот тут вот вниз. Таким образом. Если оно не какое-нибудь суперуродливое, по нему не скажешь. Для того, чтобы это появилось. Во-первых, свет... Вот мне на капельках нравится, как он лежит. Это прикольно. Потому что это Back Top Light. То есть, типа... А может быть даже просто Top Light. Потому что я тут Back вообще на самом деле особо не вижу. То есть, это строго сверху свет. Такой бличок, в принципе, нормальный. И очень прикольно. Особенно на стыке этого блика и безбличной кожуры яблока. Очень круто смотрятся капельки. Я бы очень хотел макро посмотреть. То есть, весь объект не обязательно в кадре. Но вот какой-нибудь вот такой вот вырез. Мне кажется, очень бы круто, аппетитно смотрелся. Для того, чтобы снять такой же кадр. Только чтобы целиком яблоко было у нас освещено. Не обязательно с такой же интенсивностью. Просто тут подбить каким-нибудь отражателем. Можно даже просто ниже яблока положить какой-нибудь... Только что клеща из себя снял, поэтому осматриваюсь. Положить какой-нибудь отражатель белый, не серебристый. И получить просто какую-то подсветочку. Либо можно тут организовать жесткую какую-то подсветку. То есть, это мягкий достаточно свет. Можно разнообразить боковыми какими-то градиентами. Либо, если вот так оставлять, я бы, наверное, кадрирование сделал... Как это сделать? Ну вот типа такое. То есть, при таком кадрировании окей. У нас яркость находится по центру. И мы понимаем, что ниже уже ничего интересного не будет. Можно там куда-то его сместить. Хотя настолько простое по смыслу изображение, наверное, по центру хорошо будет смотреться. Вот. Потому что, ну вот в том кадрировании, которое у нас есть... Как его посмотреть? Вот. Тут как будто бы не хватает. Хотя, не знаю. Вот этот кадр от Александра мне очень понравился. Мне нравится, что тут видна текстура. То есть, подсвечена лицевая сторона этого брауни, видимо, с соленой карамелью. Мне бы хотелось капель более оформленных. Но это, опять же, достаточно трудоемкий процесс. Особенно, ну, либо нужен тогда футстилист, либо нужно очень много времени на это тратить. Вот эта капля круто получилась. Вот эта вот, в принципе, динамику задает такая сообразная тоже капелька. Вот эта капля не такая. То есть, вот эта прям набухшая, прикольная. А вот тут вот мы не видим, что она вот-вот оторвется. Хотя, может быть, этого и не нужно было. Но тут, получается, у нас все такие. Кроме одной вот этой и одной уже оторванной. По свету мне бы хотелось где-то... Ну, это, наверное, личная преференция. Какой-то жесткий источник. То есть, где-то расположить... Хотя вот тут сверху достаточно жесткий блик. Интересно. Вообще, блики, на самом деле, хорошо проработаны. Мне нравится. Я бы еще посмотрел по балансу белого. Мне кажется, вот эти вот блики сделаны софтами. Левый и правый. И софты розовят. Вот по вот этому блику, особенно на самом кексе брауне, видно, что он немножко розовит. Хотя, может быть, это, конечно, у меня. Вот такие у меня идеи. Но то, что ракурс геройский и, в принципе, работа с вот этим вот всем... Это интересно. Я бы докручивал. Например, вот эту вот каплю, я бы тоже ее сделал вот таким вот потеком. То есть, тут просто, получается, мы видим, что капля начинается вот тут. И просто стекает по краю брауни. А она могла бы стекать, ну, типа побольше. Хотя, может быть, это сделано для разнообразия. И еще больше бы хотелось видеть вот таких вот градиентов внутри карамели. То есть, как вот она просвечивается. И когда она просвечивается, у нее очень такой богатый цвет. Потому что вот это не супер цвет интересный. Вот этот вот намного интереснее получается в конкретном примере. Может быть, больше светить с боков, чем сверху. Потому что сверху мы тут видим, получается, только блик. А когда сбоку светим, вот тут, чем тоньше эта карамель получается, тем круче у нас она просвечивается. Дальше у нас будет Александр Радышев, тоже с карамелькой. Давайте посмотрим. Александр. Съемка для каталогов меню соцсетей. Прекрасно все указано. Соответственно, каталог. Портретики. Девушки. Так. Вот, пошло еда, пончик, предметка. Ой, это окорина, по-моему, или как так называется, прикольный музыкальный инструмент. Тоже, мне кажется, предметка, предметка, предметка. Тут какое-то рекламное видео. Еда, еда. Человек, предметка. Вот, смотри, либо нужно чаще, то есть это у нас 48 недель назад. Ага, давненько было. Короче, нужно чаще обновлять, потому что у тебя тут написано каталоги меню и соцсети, а мы видим три фоточки для каталога, ну, типа для, там, как помните, маркетплейса, а потом, а, это Варган, ну, тоже, не знаю, это Варгана фотка или нет. Тут, значит, девушки пошли, девушки, девушки, и вот 12 постов, раз, два, три, четыре на три, 12 постов девушек, еще девушки продолжаются, и только потом пошла опять предметка. То есть я бы тебе точно порекомендовал сейчас накидать более свежие предметки для того, чтобы люди, когда к тебе заходят, видят вот это, и у них не возникает диссонанса, когда они смотрят на первые девять, наверное, самое удобное посмотреть, наверное, первые девять фотографий. Давайте посмотрим, что Александр нам прислал. Вот такую карамель. Ну, во-первых, с точки зрения, там, техники, тут немножко промазано. Скорее всего, это просто какой-то дубль, я на этом сильно застрять внимание не буду. 100% натуральная карамель. А, ну, хотя, как промазано, получается, тут либо стек надо, хотя бы из двух кадров, то есть, чтобы у нас этикетка была, либо больше, крупнее брать саму вот эту поливку. По поводу расположения ложки. Мне кажется, не очень естественно. Мне бы хотелось, наверное, зачеркнутую карамель, и чтобы, ну, из ложки стекало там лишнее. Видно, что по консистенции она достаточно такая, держащая форму. Просто непонятно, почему ложка так находится. То есть, единственное объяснение, это если, ну, вот так зачерпывали и выливали. Опять же, если мы собираемся съесть, то мы не выливаем. Я бы показал вот так в ложке, плюс получилось бы больше засветить. То есть, в конкретном примере получается свет, в основном, с левой стороны, и тут большая часть карамели находится в тени. В ложке что-то много всего увидеть можно, либо это ложка просто такая непонятно. Вот. То есть, я бы обычный жест, как держишь ложку, не знаю, вот у меня тут есть грязная ложка, вот типа так, то есть зачерпнул, и вот так вот держишь, как будто собираешься потащить ее себе в рот. Ну, цвет, конечно, у карамели не супер. Коричненький. То есть, вот тут мы понимаем, что эта карамель тут тяжелее, но при этом это 100% натуральная. Если она реально 100% натуральная, ей позволительно быть такого цвета и какой-то своей консистенции. Нам же только нужно показать ее в лучшем виде. Когда я просто смотрю на эту фотку, мне кажется, как будто это, ну, такая каталожная фотка, и действие тут вторично. Но у нас, соответственно, нет резкости на, как это, этикетке. Если говорить, что у нас первично не сам продукт, а именно вот это действие, да, экшн, и у нас в резкости, собственно, ложка и карамель вот эта вот тянущаяся, тогда я бы крупнее кадрировал, чтобы на этом акцентировать внимание, потому что... Ну, блин. Может, хотя бы так как-то, то есть... Тогда у нас точно, главное, это ложка с карамелью, а на банку мы уже сильно внимания не обращаем. И вторая фотка от Александра Радышева, это вот такая предметка, бетонный кубик, и из него лампочка с этими светодиодными линиями, не помню, как это называется, филамент, по-моему, тоже. В принципе, по композиции все ок, то, что центральная композиция тоже ок, мы видим эффект от лампочки на книгах и на стене. Я бы, наверное, хотел его чуть больше. То есть, грубо говоря, фотка понятна, но я бы хотел больше эффекта от лампочки, потому что она призвана создавать уют, а тут получается, типа... Я понимаю, что ты снимал с искусственным светом, но получается как будто день, и тогда зачем ее вообще включать, она эффекта не дает. То есть, либо просто немного приглушить вспышки, ну да, наверное, просто немного приглушить вспышки, чтобы... ну и выдержку увеличить, удлинить, для того, чтобы у нас больше эффекта от самой лампы попадало. Негативный момент. На мой взгляд, конечно, блики тут прям непонятные. В смысле, они непонятные. Это, скорее всего, один источник света, похожий вообще на китайский фонарик. Но я сомневаюсь, что это он, потому что он на нас смотрит какой-то непонятной стороной. И круглый отражатель, видимо. А может быть и нет. Вот интересно, что за схема света. Просто блики в таком стекле достаточно ощутимые. Плюс, если приближать, то видно пальчик. Вот так, как это приблизить? Вот тут вот отпечаток пальца. Соответственно, вот эти блики и пылинки. Пылинки тут, в принципе, недолго было бы почистить. Все, бетон хорошо. Мне нравится, что у бетона одна сторона подсвечена, другая в тени, а третья подсвечена конкретно лампочкой. Но мне не хватает лично эффекта от лампочки на других поверхностях. Вот такие мысли. Так, дальше у нас дядя Валерон врывается. Тюменская банда. Тут это. Свежачок всякий подъехал. Что-то уже видели, что-то не видели. Ну, Валера классно снимает. Вот это он в прошлый раз присылал на разбор. И вот это вот тоже из этой серии фотку. Давайте посмотрим, что сегодня Валерий нам прислал. Значит, салатец какой-то, какой-то прям за... А, это типа соленье? Вот это, мне кажется, похоже на маринованные черрики. Это какие-то огурцы. Это капуста с брусникой с какой-нибудь. И тут яблоко. Розочка из яблока. Тут у меня по свету все окей. Интересно, что такие черные тени сзади. То есть ты сбоку светил чем-то жестким голым. Интересный эффект. Тени задвоились. Ну, блин, такое, конечно, бывает. Особенно в достаточно глубоких тарелках. Такое бывает часто. Хотя, блин, тут вот типа хороший блик на столе. Мне нравится, когда лакированная поверхность поделена бликом. Типа видно и текстуру, и блик от источника света. И тут блики прикольные на стульях. Возможно, вот этот стул лишний, второй. То есть я бы один оставил. И им вот такой ритм создал. А тут этот еще, короче, выбивается как-то. И прилип, конечно, прилипла розочка яблочная. Тут краю кадра. И логотип тоже прилип. Прям вот, когда первый раз видишь, смотришь, как будто вот отрезали по логотипу, по розочку. Если тут больше ничего не было, то логично тут сантиметрик буквально оставить. Пустой тарелки. И, ну, чуть-чуть, типа, отдалиться, наверное. Вот. И про стул. У меня идея, что достаточно было одного стула. Может быть, его как-то по-другому выдвинуть. Чтобы у него вот так проходила ручка. Тут был этот блик. Все было красиво. И вот надо подумать, как избавиться от вот этих теней. То есть те пусть будут. Хотя тоже их хотелось бы посветлее, наверное, что-то они прям чудненькие. Ну, зато, конечно, бликов хватает на всех этих капустах, огурцах и черриках. Не знаю, надо как-то про двойные тени подумать, короче. Ну, и вот это вот отодвинуть. Это какое-то великолепие. Какие сразу у меня мысли про это великолепие. В смысле, идея крутая. Реализация тоже вполне. Тут четко, резко. Все. Макарошки, но фон. Короче, фон хотелось бы темный тут. Для того, чтобы еще заиграли сильнее макарошки на голове. А по поводу света в портретах. Мне не хватает бликов в глазах. То есть, грубо говоря, где-то или софтбокс, или октобокс. Или голую вспышку нужно было поставить чисто ради блика в глазах. Это я не люблю снимать людей, честно скажу. И практически никогда не снимаю. Но для меня вот глаза в портрете, они должны быть живыми за счет блика. Тут, в принципе, есть блики другие. Но мне не хватает вот именно блика от источника света и радужку проявить. Либо это от обработки она ушла. Ну, не знаю. Вот. В остальном, конечно, шик-блеск. Такой кафтан расписной. И лапша на голове. Очень интересно. Я сразу зацепился за эту фотку, когда ты ее для прикола прислал. Но ты мне ее прислал еще и не только для прикола. Это вообще восторг. Просто какой-то чудо-десерт. Мне прям все нравится. Вот тут вот есть блики. Так, как нам их сделать? Вот так. Смотри, вот эти блики очень дополняют общую историю. То есть, тут чуть теплее все. Есть еще вот эти блики. И, соответственно, есть огонь у нас. Очень странно, что он прям горит вот так наверх. И тут его видно. Конечно, всегда в идеале хотелось бы еще больше проявить. И чтобы он был не на подсвеченном фоне. Но вообще, если честно, в конкретной ситуации очень классно выглядит. И даже достаточно, что оранжевое на оранжевое-коричневое. Потому что мы все равно видим эти классные сполохи. И вот тут они есть. И вот тут даже они есть. И вот эти блики еще дополняют картинку. Короче, прям респект. Это очень классно. Тут даже я бы особо ничего не поменял. Говорю, только может быть фон на стоп потемнее. И еще бы сильнее тогда проявилось это пламя. Ну и все, собственно. Так, следующий у нас. У нас, кстати, Екатеринбургской банды добавилось. Так что вот Василий, а там еще Катя потом будет. Вася улетел в Дубайск снимать для своего постоянного заказчика. У него тут вроде даже есть свежие фоточки. Нет? Вася? Почему нет свежих? А, это закрепленные. Окей. Закрепленные, закрепленные. Это вот, блин, ноябрь 23-го года. Странно. Вася, в чем дело? Тоже забил. Тут сторисы, но сторисы мы не будем смотреть. Вот. И так Вася снимает всякую прикольную штуку. И много делает собственных фонов. И меня это бесит. Ну, я ему уже про это говорил. Давайте посмотрим, что же он на своих там самодельных фонах наснимал. Вот это и вот это. Фон 1. Окей. Так. Так, так. Это какой-то сет. Видимо, не сет. Есть вопросики к подаче вот этого. То есть, это стейк. И он вложится из зеленого масла и мясного сока. Еще тут есть картошки и оливки, скорее всего. Наверное, да? Или виноград? Нет, это оливки. Или крыжовник. Непонятно. Вася напишет в комментах, что там. Тут что-то очень странное. Не похоже на кофе. Но это сахар. А это что? Непонятно. И тут такой инь-янь прикольный получился. Ну, вот к подаче у меня вопрос. То есть, тут в верхнем ракурсе все сливается, соответственно. Потому что у нас нету преобладания высокого куска мяса над плоским вот этим вот всеми потеками. Сверху это блюдо не очень прикольно смотрится. Тут, соответственно, у нас какие-то... Вот это рыба, интересно, или перцы оба? Очень непонятно. Вот это точно рыба. Точно, рыба. И рыба с верхнего ракурса выглядит хорошо. Свет нормальный. Фон интересный. Прямо скажем. Ну, это подбетонный металл какой-то. Что бы я сделал по-другому? Слушай, тут я, если честно, не могу понять, что бы я сделал по-другому. Тут такое все достаточно безопасно. Единственное, только мне не нравится с верхнего ракурса, скорее всего, основное блюдо. То есть, это какой-то десертный творожок с орехами и яблоком. Это непонятно, что такое. Похоже на карри. Но вряд ли это карри. Это закуски перчики. Окей. Но вот это вот основное блюдо, и оно теряется. Может быть, если бы мясной сок и масло были с одной стороны, а мясо поставить на чистое место, тогда оно бы выигрышнее смотрелось. Ну, вот так мне странновато. В отдельности, блин, вот я уверен, что ты это снимал. Так, это тоже сет. Вот, кстати, смотри, если этот сет ты снял чуть-чуть в ракурсе, то вот это бы точно выиграло в ракурсе, снятое. Потому что так оно не очень понятно. Еще вилка-нож. Как сказать, логичнее, чтобы были справа. Хотя тут все тогда было бы справа. Ну и пусть бы было справа. Может, что-то как-то поменять еще тарелки. Но для меня всегда вот эти композиции из нескольких блюд. Я такое не люблю. Я люблю крупненько, вкусненько, чтобы сразу было понятно, что ты будешь есть и насколько оно вкусно. Тут по свету. Ты добавил маску ГОБА. Насколько она тут оправдана? Ну, в принципе, чисто ради интереса, наверное, да. Кстати, интересно, что она вот тут мощная, а тут прям слабенькая. И тут четко, а тут в расфокусе. Но тут все более понятно. Какие-то мензурки. Интересно. Блин, ну... Композиции большие я, конечно, не люблю. Может быть, это моя слабая сторона. Ну, как-то так. То есть вот тут, в принципе, понятно. Опять же, хотелось бы, наверное, крупнее что-то зарезать. Ну, то есть, как тебе сказать? Эта фотка отличная, как цифровая фотография, с которой мы будем дальше работать. Например, мы хотим напечатать постер. Никто не будет печатать постер с вот этими вот пустыми местами. То есть, все будет ближе кадрироваться. Если кадрируется ближе и что-то зарезается, что-то становится у нас основным блюдом. Остальное там куда-то уходит. Тогда становится интереснее. Ну, в квадрат я просто не могу в этой программе ничего кадрировать нормально. В квадрат, конечно, тут не работает. Да, что-то, Вася, не могу ничего тебе посоветовать, потому что я бы глобально снимал по-другому. То есть, я бы снимал отдельно, наверное, эти блюда. Хотя, если техзадание снять все вместе, я бы тогда за него не взялся. Я как всегда. Так, и как раз после Вася следующая у нас Катя. Она вот-вот только добавилась и сразу прислала фоточки. Она еще и ретро-фотоателье фигачит. Снимает еду, предметку. Вот, давайте посмотрим, что у нее тут. Ну, прикольно. То есть, предметка прям заходит. Цветочки. Вот это через какое-то матовое стекло. Снято прикольно. С водичкой. Вот эта серия мне понравилась. Я ее уже видел, и ты мне ее прислала, но мы прям все разбирать не будем, потому что надо три фотки. А тут прям много. Ну, вот, кто захочет, сможет зайти посмотреть. Помадки. Ну, вот это прям... Это, если брать Дину Беленко, она бы сказала, что это как яйца на вилке, когда две вилки и яйцо типа на ней. Это прям все снимают вот этот... Запуск. Вот. Это прикольно. Это прикольно. Ну, короче, предметка прям у тебя хорошо. Мне кажется, ты прошла какой-то курс по предметке и стала ее прям фигачить прикольно. Окей, давайте посмотрим, что Катя сегодня нам прислала. Так. Эта еда сразу бросается в глаза. Смотри. У нас тень четкая. Вот это. Вот тут вот четкая полосочка, а тут совсем не четкая. И я бы даже на этапе обработки, наверное, постарался ее бы сделать четкой. Прям пером обтравил бы эту волну и сделал бы ее четкой. Либо надо по свету посмотреть, какой источник сюда светил, чтобы, короче, не было диссонанса. Тут тень я бы такой светлой не делал. Если у нас тут она проваливается, то и тут хочется такой же интенсивности тень. Либо тут такой интенсивности тень. И по внутренностям тарелки очень хочется цветовой контраст. Я бы поднял яркость и насыщенность зеленого и сделал бы его более изумрудным, конкретно в тарелке. Не бумагу, которая сзади, а конкретно в тарелке. А в креветках красный, то есть их прямо в красный вытягивать. А пасту оставить либо такой, либо чуть-чуть желтый приглушить. Потому что сейчас это такое оранжево-коричневое. Все вместе. Еще и желтое, вон сырик. Вот это все. Короче, хочется цветовой контраст прям в тарелке. Если его сразу тебе не доложили, тогда придется рисовать ручками в фотошопе или в лайтруме. Вот тут по цветам уже зашибись. Может быть, я чуть-чуть бы сделал теплее, чтобы не было так стерильно. Еще вот эти вот чашки, они часто в синий уходят. Потому что они вот из какого-то фарфора сделаны. Часто с этим сталкиваюсь. Я бы покрасил розовее вот эту ногу. Она типа у нас прозрачная. И она не должна быть серой. То есть вот смотри, насколько розовая вот эта нога и насколько серая вот эта. Было ли это какой-то калаш или это ты снимала все вместе. Но просто мне в глаза бросается, что вот эта вот серая ножка. Клубника. Ну, торт, конечно, с этими совковыми розочками. Это, блин, ну ладно, модели не обсуждают. Выглядит все стилево. Но торт не подходит. Типа к этому торту надо реально советские эти... Вот. Нож не нужен к этому тортику. Ну, типа это столовый нож, что они которым разрезают. Еще всегда странно, что есть и кусочек, и прям целый торт. То есть, грубо говоря, если целый торт есть, тогда кусочек не нужен. Потому что это нарушает логику кадра. Вот эта штука пустая. Почему? Это ваза для цветов. Значит, хотелось бы тут хотя бы корешки видеть. Ну, это опять же, с точки зрения логики. Чай налить. То есть, свечку ты не поставила, не зажженную, ты ее зажгла. Но тут пусто, и тут пусто. И тортик не вырезан отсюда, а, типа, отдельный какой-то кусок. С точки зрения логики, тут есть над чем подумать. И еще хотелось бы в ритме занавески увидеть стабильность. То есть, вот тут вот контраст классный, 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 классный. Тут классный контраст. Типа, даже вот это нету блика, но контраст с тенью зато большой. Тут и блик есть, и контраст с тенью большой. А тут у нас все в этом. Блик потерялся, потому что это освещено одним из точек света, это другим. То есть, надо было отдельно попробовать фон весь, осветить вот этим вот источником света. Прямо до сюда добить, его отодвинуть еще дальше. Либо в два подхода. Сначала вот это освещаешь, потом его чуть правее ставишь, и вот эти все освещаешь. Потому что так получается непостоянство в освещении на фоне. Опять же, это может бросаться в глаза только мне, все эти нюансы. Но это, блин, рубрика первая в голову, которую веду я. Поэтому я говорю, что мне в глаза первое бросается. Вот, тут предметочка. предметочка. Смотри, тоже куча есть нюансов по свету и по теням. Четкая граница, четкая тень, четкая граница. Тут чуть размазанная граница. Вот это мягкая. Почему она мягкая? Почему она не могла быть четкой, геометричной? А вот так вот расходится. Первая мысль. Дальше давайте посмотрим. Ну, вообще выглядит прикольно. Маленькая фотка только почему-то. Вот. Хорошо, что проработан экран. Это, скорее всего, делалось отдельно. Блик этот прикольный. Мне нравится. То есть, он градиентный. Все показано. Надпись. Тут, в принципе, что-то видно. Какое-то... Не знаю, что это. Ароматизация. Значит, это освежитель воздуха сверху пш-пш делает. Вот. В принципе, все прикольно. Вообще, вот, если закрыть глаза на пару нюансов, все классно. Мне это даже не пожелание, это вопрос. Чем продиктовано то, что тут мягкая свето-теневая граница? И еще очень странно смотрится. Вот это, по идее, должна быть одинаковая свето-теневая граница. Но вот тут что-то произошло. Тут четко то есть справа четко, а тут нет. Вот. Такие непостоянства привлекают взгляд и вызывают вопросы. И не всегда эти вопросы хороши для заказчика и для зрителя. Так, про это я говорил. Ну, окей. Три фоточки. Дальше. Милена нам прислала одну фоточку, но Милена сказала не смотрите мой инстаграм. Блин. Ну, я надеюсь, что Милена разберется с VPN и будет постить фоточки, потому что классные у нее тут фоточки. Я ей горячо рекомендую возвращаться в запрещенную соцсеть и публиковать дальше. Мне нравится по свету есть цветовой контраст, то есть это более оранжевый, это желтый. Опять же, цветовой контраст есть за счет света, потому что вот тут, где мне не хватало цветового контраста, тут блин, блюдо ощущается, что снято с мягким светом, а тень только ну, от какого-то второго источника добавлена. А тут у нас прям снято жестким. Мне очень нравятся проваленные тени, хотя они даже не проваленные, нет, если я приближаю, я вижу все у них прекрасно. По композиции в принципе нормально, особенно учитывая, что тут какие-нибудь плашки в меню, типа итальянская страничка. Очень люблю зеленый базилик и не люблю красный, но это опять же мои заскоки. Я бы вот в этой пасте наверное попытался побольше мяса показать. То есть тут креветки прям отдельно такие есть и сыром они не полностью закрыты, то есть все окей, а мясо вот тут в верхней части есть, а в нижней как-то, ну, хотя тут и тень в принципе окей. Пицца 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 ну, тоже у нее и контраст по свету солидный, есть блики, есть тени, и все ингредиенты видим, мясо одно, мясо второе, помидорки, сыр, отлично, что бы я тут, ну вот я сказал, что я бы мясо подвыдернул еще, а в остальном все отлично, давайте, блин, присылайте какие-нибудь фотки, которые можно разнести, так, следующая у нас Настя, она записалась на курс по паттернам, поэтому скоро тут и паттерны будут, это прекрасно, это я люблю, чиназос, тюменская банда, все прекрасно, фоточки вижу, которые она отправила, видимо отправила из загашников, никто, никто новое не отправляет, все пытаются отправить что-нибудь старенькое, яйцы, прикольно выглядят, если сама красила, вообще респект, если нет, то тоже нормально, гнездо, мох, один источник света, мягкий, в принципе, подходящий под эту задачу, то есть максимум тут второй есть на добивку теней, ну окей, про что картинка, тут, короче, мне не до чего докопаться в плане самой картинки, но мне она непонятна, то есть это гнездо, яйца, мох, то есть это где-то на природе вот такое отложено, или это декоративное, типа как искусство, элементы искусства яйца, тогда я бы их снимал более звездными, типа более геройский ракурс, как-нибудь бы круче подсветил с контровиком, то есть тут вот прям про фотку хочется сказать, фотка яиц в плетеной тарелочке на фоне мха и больше ничего не сказать, и мэджика никакого нет, вот тут следующий кадр будет с мэджиком, а тут вот прям при том, что собрано, типа мох, яйца красиво покрашены, вот это что-то, мне кажется, искусственное зачесалось вот тут на переднем плане, это вот штука, для натуральности мне не хватает тогда теплоты, для натуральности я бы увел в теплый, потому что ветки реально серые, они скорее всего подкрашены в серый, и яйца серые, то есть я бы просто в теплый баланс белого сместил, и было бы такое, типа уютное гнездышко, хотя зачем, непонятно, мне просто вот как отдельный жанр фотографии, вроде все со смыслом, но что-то у меня сегодня настроение такое, я прям критикую, я не вижу смысла в фотке, типа не вижу историю, и не вижу зачем, кому и зачем нужна была такая фотография, то есть это вряд ли какая-то, ну это не пироженки, это вряд ли какая-то съедобная история в плане, ну типа, что, просто вареные яйца, ну окей, и они не показаны как какой-то прям арт-объект, потому что тогда нужно было бы более простой фон вокруг, более сильный акцент на самих арт-объектах, и антураж, он намекает на естественность кадра, но мы точно знаем, что он неестественный, короче, у меня небольшой когнитивный диссонанс в этом плане, а вот в этом плане у меня никакого когнитивного диссонанса нет, все вообще прекрасно, пофигу, что это на мох поставлен бокал, какая у этого есть концепция, мне не важно, мне важно, что тут творится magic, тут классный свет, левитация бутончиков не знаю, какого цветка, тут еще есть композиционно оправданные, но при этом экспозиционно приглушенные всякие штуки, какой есть нюанс? Нюанс есть в том, что вот тут мы просматриваем темноту заднюю во льду, темнота задника может быть имела смысл примерно по жидкости наклеить сзади бумажку белую, чтобы она давала, ну блин, тогда контраст снизится, конечно, интересно, лед искусственный, такие прям кубики ровные, вот все, что, вот это прямо вообще сказочно, это мне очень нравится, в бокале может быть желтый с зеленым смешивается еще, может быть свет бы поставить так, то есть смотри, у тебя тут скорее всего вот эта обработка и при прибрана яркость, а нужно было бы какой-то флажок поставить, чтобы за бокалом света не было, чтобы только бокал светился, а зеленый фон не светился, вот какие-то такие мысли, но вот сверху то, что летит и прямо свет на них такой классный на этих цветочках, вообще огонь, ну и добавляет атмосферности капельки из пульверизатора, тоже прикольно, так, про кинфолк, это как раз последняя фотка, про кинфолк, мне не хватает кинфолковости, то есть должно быть такое скандинавское, что-нибудь должно быть с деревом, причем здесь помада вообще не понял, это вообще фотка для помады или для коктейля, непонятно, помаду я бы исключил, если это не ее фотка, если это ее фотка, тогда я бы исключил коктейль и грейпфрут, наверное, короче, по смыслу для меня они конфликтуют, то есть цветок, коктейль и грейпфрут типа кусочек, окей, тогда кинфолк, тогда нужно где-то какую-то тканюшку, краешек, нужно какую-то, я не знаю, досочку и стерильный вот этот задник, он не, ну даже тут какие-то тени, тоже маска гоба или что-то такое, для меня не срабатывает, что это кинфолк, либо тогда журнал может быть другой, еще, конечно, очень много места сверху, скорее всего, для того, чтобы что-то тут разместить, но я по задумке не понимаю, что касается бокала, лед натуральный, мне нравится натуральный лед, мне нравится как подсвечен грейпфрут в принципе, я бы, конечно, грейпфрут просветил таким образом сзади, бэклайтом, чтобы в нем проступало вот в этих сосудиках с жидкостью блики, ну не блики, а короче светились бы они, было бы прикольнее, плюс лед, ну ладно, нет, лед если просвечивать насквозь, то это уже будет нечестно с точки зрения расположения света, помада непонятна, этот грейпфрут темноватый, может быть я бы его подвытащил просто, чтобы он чуть-чуть был ближе вот к этому, хотя этот понятно, что освещен со всех сторон, этот только с одной, ну вот, какие-то такие мысли, так, и следующий у нас хихим никитос, не помню, что-то есть у него тут свежий или нет, 31 марта, нет, все видели, никитос, давай тоже пости, вот, тут у него есть историки про мой курс, он тоже на него идет, будет весело, с 1 мая стартуем, никита прислал, сказал, что колхозника была съемка в плане очень много всего намешано, но тем не менее, кадры получились бомбезные, никита любит идеальности, вон как разбрызгиваются из цедры соки, запотевший бокал, но на бокале резкости не хватает, на передней части, но понятно, что тут экшен у нас главный, на усиках тоже резкости не хватает, экшен у нас именно на цедре, если честно, о, нифига, ты мне такую здоровую штуку прислал, я бы, блин, тут вертикально не кадрировать, короче, я бы крупнее брал, я бы взял вертикалку крупнее, просто прям вот эта вот история, очень круто выглядит, ногти, смотри, ему уже можно кутикулу вот эту почистить, сейчас ногтевые студии тут набегут, напишут комментарии, в остальном, конечно, прикольно, вообще, бокал светится, тут все светится, тут провалов нету, огонь, так, вот эта тема, тут у нас по твоей задумке главный лобстер, который тут выглядывает из-под одеялка своего белого, не знаю, из чего оно, а, или это мясо, типа, снято с крупа, непонятно, а там у нас экшен, и света больше всего на руке, больше всего света на руке, я бы, наверное, хотя бы просто на посте, скорее всего, на ней больше всего света, потому что она ближе всего к источнику находится, я бы на посте, наверное, давил бы яркость руки, для того, и, ну, высвечивал бы, соответственно, вот этого, вот этого бро, потому что хочется, ну, типа, либо резкость тогда на бокале и бутылке, и у нас бро тут в нерезкости будет лежать, но нам будет понятно, что мы тут снимаем брюкса, что-то там, я не шарю, винишко белое, вот, либо если у нас красный бро главный акцент в кадре, то тогда на нем и свет, и резкость должна быть, то есть он и потемнее тут, и, слушай, если честно, полотежка прям что-то отвлекает меня, оно бы не отвлекало, если у нас в резкости рука и бокал, то есть нас туда ведет все, это еще и пересечение в принципе третей, тут одна треть, тут вторая треть, и прям вот это вот очень неплохое место, чувак, конечно, тут на практически нижней третьей и тут еще и по центру, но у него тут рядом вот это не отвлекает, потому что темная и еще и за бокалом спрятанная, а вот эта хорошо освещенная светлая салфетка, она, конечно, отвлекает, я бы ее, наверное, ну, типа убрал, опять же, если делаем акцент на экшене и он настолько более подсвеченный и на нем фокус был бы, тогда вообще шикос и тогда и салфетка не стала бы отвлекать, она была бы в более сильном расфокусе вот в таком, хотя может ей тоже придушить экспозицию немножко, вот, и еще бонусом Никита присылал в телегу, я у него спер бэкстейдж той съемки вот этой, вот так вот это выглядит, вот этот черепок, вот этот черепок октябокс, который Никита любит, тут что-то прям какой-то стройматериал, все как мы любим, на зажимчике, там софт, тут голая дэшка, и до сих пор не куплена шестеренная голова, поэтому 360 голова, а если ты хочешь прислать свою фотку на такой разбор, пожалуйста, становись бро на Boosty, ссылка в описании, у тебя будет, во-первых, я уже снял видос про все свои объективы, и скоро сниму про все свои камеры, а их у меня было и есть очень много, тут все записи прямых эфиров, и у нас есть еще закрытый чатик, плюс каждый месяц присылаешь на разбор одну-три фотографии в эту рубрику, и каждый последний день месяца я публикую вот такой видеоразбор, если то